В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела о сбытии наркотиков в составе преступного сообщества. На скамью подсудимых отправились 16 человек. Следствие полагает, что фигуранты совершали закладки с запрещенными веществами на территории Чуаши и Мариэл, при этом работали на один интернет-магазин. На их счету более 140 преступных эпизодов. В октябре 2019 года инспекторы ГИБДД на посту Рубеж остановили такси. В проверке документов почему-то оказался не рад пассажир, который занервничал при виде правоохранителей. Волноваться было чему. При досмотре 32-летнего мужчины было найдено 9 свертков так называемой синтетики, общим весом около 150 граммов. Позже выяснилось, что задержанный являлся недостающим звеном в преступной цепи. Житель Мариэл трудился оптовым курьером и развозил крупные партии наркотиков на территории Чуаши и родной республики. Остальные фигуранты, которые работали с ним на один интернет-магазин, были уже задержаны сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Почуаши совместно с марийскими коллегами и находились под следствием. Всего в поле зрения стражей порядка попало 16 человек. Большая часть фигурантов уголовного дела – это молодые люди в возрасте до 25 лет, которые занимались незаконным сбытом наркотических средств путем оборудования тайников, закладок. Их общение происходило в интернет-мессенджерах. Всего задокументировано 144 эпизода их преступной деятельности. У вас, в России, имеется что-нибудь запрещенное в свободном гражданском обороте на территории РФ? Оружие, наркотики? Что имеется в квартире? Оркотические средства. Оркотические средства. Где находятся? На подоконнике на полу. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота было изъято более полутора килограммов наркотиков. Как установит экспертиза, сбывались запрещенные вещества как растительного, так и синтетического происхождения. На должности наркокурьеров были вовлечены жители Чуваши и Мариел. Некоторые из них сами являлись потребителями смертельного яда. Расследование уголовного дела длилось 13 месяцев. За это время было допрошено в качестве свидетелей более 100 лиц. Проведено более 150 судебных экспертиз, в том числе физико-химических, дактилоскопических, психиатрических, генетических. Объем материалов уголовного дела составил более 50 томов. По словам задержанных, многие из них получили предложение о работе с высоким доходом через социальные сети в интернете. Теперь за мимолетное увлечение преступным бизнесом грозит серьезный тюремный срок. Приговоры суда большинство участников предполагаемого преступного сообщества дожидаются, находясь под стражей.